Привет, гайз! Как мы все знаем, в доте вышел новый патч, в котором много кого бафнули и понерфили, и непонятно стало, на ком вообще играть. Это видео было создано, чтобы решить эту проблему. Короче, погнали! Как обычно, мы начинаем с маленькой оговорки. Во-первых, на самом деле в доте ничего супер серьезного не поменяли. Почему? Потому что самые важные изменения в этой игре — это экономика. Пока ее не трогать, все остается по-старому. Стратегическое изменение в доте — это экономика. Если этот параметр не меняется, то костяк персонажа остается все так же актуальным. То есть есть мета в целом про агрессивную игру, то спектра играть в доту не будет, как бы ее не бафали. Пока не поменяют экономику, например, не порежут бабки за ассисты, за киллы, до сих пор условная спектра не будет играть в доту. А сам реворк, нерф или баф героя — это уже вторично. Если герой вписывается в мету экономическую, то как бы ты его нерфил или не нерфил, он все равно будет играть в доту. После этого предисловия можно сразу перейти в другой очень маленький оговорник. Мы поговорим сейчас за медас. Он говно. Но что ему сделали? Ничего, кроме возможности накопить два заряда. Но все сразу начали тестить, хотя когда он приезжает, вы получаете все тот же один заряд. Есть одна проблема. Если вы адекватный керри, то вы не умираете. А если вы не умираете, то вы почти всегда будете взять медас. Сразу по таймингу. Максимум задержка в 10 секунд. Единственное, кому реально что-то поменял медас — это саппорт. Они могут реально юзнуть медас с очень большой задержкой, потому что они могут в тайминг появления этого медаса умереть, и там где-то минуту он будет у них накапливаться. В таком случае, да, вы получите импрув от медаса. Но есть маленькая проблема. Как часто вы видите адекватного саппорта с медасом? Лично я почти никогда. А за керри, как я говорил ранее, вы умираете пару раз за игру. Дай бог, чтобы за всю игру накопилось хотя бы 50% второго заряда медаса. Короче, по поводу айтема. Я не говорю, что он имба, я не говорю, что он говно. Он просто такой же, какой был раньше, только стал чуть-чуть лучше, чем обычно. Все, и по факту, те, кто покупали этот медас, хотят его покупать. Те, кто не покупали медас, либо особо не покупали, его брать не будут. Это такой же ситуативный айтем, как и раньше. Ничего стратегического этому айтему не поменяли. Все, поехали дальше. Что по героям? Начнем мы, пожалуй, с самого сильного персонажа — Войт. Почему? Казалось бы, его ничего не поменяли. Но нет. Войт получил несущественную просадку по выживаемости, зато он получил талант, который никогда раньше не брал. А именно на 50 урону от таймлока. Что это нам дает? Во-первых, конечно же, ДПС. Плюс 50 урона на 15 минуте — это реально много. К тому же, вы можете еще взять талант на 20 уровне, на 95 атак спида в куполе. Что еще сильнее усилит ваш ДПС. С учетом того, что герой нигде не потерял в статах и в уроне, это лучшее, что было с Войтом за последнюю пару лет. Так что обусти Перкса, он реально жесткий. Следующий персонаж, за которым мы поговорим — это Тролль. Героя вроде как апнули, но в отличие от Войта, наш персонаж так и остался в говне, в плане талантов. Ему ничего не сделали, всего бесполезными талантами. Особенно это касается 10-го левела и 20-го левела. По факту вы получаете просто персонажа, который бьет в лоб и пуляется в случайных героев одной тычкой. Чисто на бумаге выглядит это очень круто. Особенно если купить какой-нибудь Мьёльнер, либо Манту. О, выглядит круто, герой всех чувством бьет, прикольно, классно. На практике, с учетом говно талантов и наличия в Метео Аур и нерфном БКБ, еще и в прошлом патче герой как и жрал говно, так и будет говном. Независимо от того, какой у него сейчас шард. Пока ему не сделают человеческие таланты, как у слонного герокоптера, на статус резист, либо на сопротивление за милением, герой будет говном, потому что его очень легко кайтить, и ничего он с этим сделать не сможет. ПАшка. С ПАшкой все точно так же. Пока экономическая мета не поменяется, герой будет калом. Почему? Проблема в том, что герой вообще не бьет лес. Камбекает и очень зависим от Баттлфюри. Он или вовремя покупает Баттлфюри, добивает себе там БКБшку Дезолятор, либо просто хотя бы БКБ, и начинает что-то делать в игре, либо никогда не камбекает. Это стратегическая проблема и уязвимость этого персонажа. И до тех пор, пока не изменилась экономическая мета, герой говно. Что я по... Теперь парни, отключемся от просмотра видосика. Мне подсказали, что парни с Казгорана дают 30 баксов просто за регистрацию по промогоду Run, который вводится в профиле. Также на Казгоран можно и бы получать шекелей, например, в режиме Crash. Правила игры очень простые. Берем скин, выбираем нужный нам кайф и ждем, пока челик начнет свой марафон. Если он добежит до вашего кайфа, ты получаешь бабки. Кроме Crash, здесь еще есть много других интересных режимов, каждый из которых по-своему классный. Кстати, вывести в играш можно не только скинами с Дота или Казго, но и реальными деньгами. Взлетай по ссылке в описании под роликом и используй промокод MAUR30 и получай приятный бонус. Удачи! Показывает нам Дота про трекер. Он посредственный. Спектра. Много кто сразу начал хайпить Перса, мол, посмотрите, какой герой невероятный. Теперь у него Аганин в ульте с маленьким кулдауном. Как же это сильно. Но, как я говорил ранее, Перс так и не вписывается в экономическую мету. Как и не вписывался до этого момента. По факту Спектра это та же самая фантомка, только в разы хуже. Ведь она еще медленнее фармит крипов. К тому же, что-то не покупает ему Персу, что-то ему не делает. Включается он в Доту, дай бог на минуте 30. А на стадии Лайнинга, это хоть и жирная, но все-таки груша для битья, которая и нормально огрызаться не может. Так что забудьте за этот кал. Он как не играл в Доту, так играть не будет. Не понимая, почему у этого персонажа все начали хайпить. В отличие от следующего персонажа. Сларк. Этого героя наоборот понерфили. Да, он сесет Лайн. Зато плюс-минус нормально фармит лес. Особенно, если это не Эндж. К тому же герою насрать на ауры. Ведь у него есть чрезвычайно сильная пассивка. Какой бы жирный таргет не был, он все равно будет умирать. К тому же, он уже метовый почти как год с поправками на микронерф этого героя. Так что пикайте, тем более у него супер много пиков по Дота Пртрекеру и неплохой винрейт. Что показывает, что герой один из лучших в этой мете в принципе. Next Hero. Это Геро. Что сделали этому персонажу? Юмены наложили кучу всяких классных вкусняшек в каждый спелл. Первый спелл. Помимо лютов урона на Лайнинге, он получил еще баф, который дает вам резист к замедлению. По факту, это анти-кай системы. На момент того, как вы получаете любое замедление, как-то первый спелл Виномансера, Горилка Акса и бла-бла-бла, она работает в два раза слабее на момент связания вашего первого спелла. Что, конечно же, баф и позволяет вам проще догонять персонажей и делать фраги. Далее. Что немаловажно. Бафнули третий спелл. Из-за чего вы мало того, что видите героев ночью чуть лучше, так еще и увеличили радиус атаки третьего спелла. За просто так, на который раньше вы тратили отдельное очко таланта. Так еще сверху вы получили еще одну фришную турель с аганимом. Во время активации третьего спелла, с учетом бафа ультимейта еще в патче 7.33D, герою выглядеть очень привлекательным. Как к точке зрения вписывания в мету, есть маг-урон, есть физ-урон, третий спелл позволяет быстренько добраться до молний, также есть урон по Рошану, урон по ТВ-рам, так еще и талант на 20 уровне, где дается плюс 40 урону на момент активации флэгкэнона. Короче, по-моему, один из лучших персонажей в нынешней мете. И, конечно же, Дорта Патрекер это подтверждает. Следующий персонаж это Свен. Но герой как был говном, так и ним остается. Я реально не понимаю, каким нужно быть долбоебом, чтобы пикать Свену в мету аур, когда у героя 1.9 анимации атаки, когда его до этого момента 300 раз понерфили, косвенно и напрямую. Ему убирали дэмэдж сестана, ему убирали начальную броню, ему сделали 1.9 анимацию атаки. То есть, если какой-нибудь морфлинг с 1 гиперстона получает больше текспида, то Свен с 1 гиперстона получает меньше текспида. Мало того, что он просто силовик, и у него априори проблема скорости атаки, так и чему дополнительно сделали пониженный БВА. Это просто пиздец. К тому же порезали золото за стаки, порезали БКБ, порезали сатаник, порезали урон со стана, что усложняет ему килл потенциал на лайне и контроль дальников. И куча всего порезали в прошлых патчах. Короче, очевидно, героя сделали чуть более играбельным, чем обычно, что не может не радовать. Но очевидно, что дышит он только против иллюзионистов с гарантией нормального лайнинга, с гарантией нормального спейса и того, что герой будет оверфармить всю карту. Во всех других случаях, герой кал. Забудьте за него. Если всего этого не будет, пикайте кого угодно, только не это говно. Это мое имха мнение. Но как показывает практика, как бы я вот они бафли, пока не понедрит ему эту анимацию атаки, либо не добавит какую-нибудь силу в ультимейт, герой будет говном. Next герой это Урса. По факту, все, что мы сделали, это немного подбафали. Плюс поднасрали всяким там иллюзионистам, которые очевидно мешали играть Урсе в доту. Так что не удивительно, что этот персонаж начал дышать чуть лучше, чем обычно. Но герой по прежде ему не очень. Очень легко выбить ему ресурсы на лайне, из-за чего он опять не может играть в доту. Тем более дорогая вот эта штучка для Battle Fury, которая не позволяет ему нормально хиляться. Но из-за того, что есть в мете Войт, плюс будет играть Герокоптер, сразу автоматом заиграет и Урса. Герой не на каждую игру, но однозначно подумывать над ним нужно. Следующий перс это Хаас Найт. Не буду говорить, что этот герой хороший, но всем, кто начал о нем играть или уже умеет, это неплохие, но очень хорошие бафы. Герой стал фармить чуть-чуть лучше, очень незаметно, но тем не менее, куда важнее ему бафнули стан, что сделал этот стан один из самых сильных среди обычных спеллов, которые еще наносят урон. 2 секунды базового стана, плюс талантный 0,6 секунды к бафу стана, и вот вам уже почти 3 секундный стан в минималке и почти 4 секунды в максималке. Помимо всего прочего, герои подняли маг урон, что поможет вам на лайне. Очевидно, что это плюс. С учетом того, что в мете будет Войт, Хаас Найт сразу становится тоже метовым, потому что Хаас Найт контрпик Войда. Ну и на этом все, гайз. Не забывайте за тренировки, которые вы можете заказать у меня в ВК, где мы разберем ваш реплай и найдем ваши ошибки. На этом все, и вы услышите в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok